Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве, УДАЛ-21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, в эфире ДПС. В студии для вас работаю я, Анастасия Бойко. Сегодня о выпуске. Невнимательность, превышение скорости или намеренное игнорирование правил. Почему машины разбиваются в ДТП? Не вставая, то увезут. Как в Сибири защищают права инвалидов Международный день борьбы за равенство? Штраф, лишение, тюрьма. В регионе стартует операция «нетрезвый водитель». В начале выпуска – сводка дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на территории нашего региона. Причина всех столкновений – нарушение элементарных ПДД. Двойной ДТП произошло на Маркса. Ниссан выезжал на кольцо. В это время в сторону Блюхера по кольцу ехала «Газель». Водитель грузовичка не заметил седан. Автомобили столкнулись. Затем в «Газель» врезался «Карип». Машины разбиты, люди не пострадали. Два человека получили травму в аварии на университетском проезде. Пассажиров такси увезла скорая помощь. «Хюдай Солярис» и «Хонда Стрим» двигались навстречу друг другу. При повороте налево водитель «Хонда» не пропустил вторую иномарку. В результате столкновения пассажиры такси получили ушибы и рваные раны. Отвлекся и протаранил Ниссан. «Мерседес» ехал по мосту, с левого берега на правый. На дамбе владелец «Бенса» не справился с управлением. Машина врезалась в «Экстрейл», который ехал впереди. Водитель «Мерседеса» разбил голову. Девушка из внедорожника отделалась легким испугом. Машинам повезло куда меньше. У немецкого автомобиля смелась передняя часть, а у японского отвалился глушитель, поврежден задний бампер и багажник. «Шкода» и «Вас» столкнулись на выборной в Новосибирске. Водитель «Октави» ехал в сторону Кирова. Внезапно увидел, как ему на перерез проезжает погрузчик. Мужчина предпринял экстренное торможение, но не справился с управлением. Его иномарка врезалась в ладу. Автомобили получили механические повреждения. Фура врезалась в троллейбус. «Века» и «Электробус» ехали в попутном направлении. Троллейбус сбавил скорость, водитель грузовика не успел. Он ехал вплотную к пассажирскому транспорту. В результате удара у троллейбуса разбились задние фары и переднее лобовое стекло. У фуры деформирован бампер. Пострадавших нет. Международный день борьбы за права инвалидов. Во всех городах акции, флешмобы и рейды. В профилактической проверке поучаствовали и мы, проверили парковки. В 95% случаев места для людей с ограниченными возможностями оказались заняты вовсе не инвалидами. Мы все-таки даже два места заняли, не одно. Я на 5 секунд встался, поставил, отнес ящик и все. Ну, приехали 20 минут назад. Какие 20 минут? Желтый отличительный знак на машине Олега Стоиросова уже давно. Первая группа инвалидности. Каждая поездка в магазин – тяжелые испытания. Куда ни глянь, машину поставить негде. Жду, придется так, допустим, по кругу проехать. Либо другое место ищешь, куда припарковаться. Ну, как правило, быстро место занимается. То есть, даже если я по кругу проехал, а ну, может, пока я тут ездил, вернулся, уже опять занят. 10% от площади любой парковки УТЦ для особенных людей. Например, у галереи на Гоголя 10 машиномест со знаками на асфальте. Немного соответствует ГОСТу, только 3. Разметка обязательно дублируется знаком на опоре с указанием границ действия этого знака. Здесь же никаких величин нет. Соответственно, на каждое место один информационный щит. Кроме того, ширина парковочного места 3,5 метра. Это по закону. Чтобы можно было открыть дверь и вытащить из салона, например, коляску. Здесь явно чуть меньше. Ну да ладно, главное есть. Не заметить такую стоянку сложно, но можно. За 4 месяца больше 300 нарушителей. Штрафы в 5 тысяч никого не пугают. Ну, я так понимаю, что у нас безнаказанность наших водителей ведет к тому, что паркуется каждый, где кто хочет, считает нужным. А как бороться? Бороться? Знаете, я даже не могу сказать, как бороться. Наверное, может быть, увеличивать какие-то штрафы. Может, как-то так. Но вот у нас добрая полиция наша борется, эвакуирует автомобили с таких мест. Способов наказания для нарушителей два. Письмо счастья с квитанцией на оплату штрафов или более дорогой вариант. Эвакуация машины плюс те же 5 тысяч рублей. За время нашего рейда на стоянку попали 6 автомобилей. Благо, эвакуаторы были рядом. Но что же делать инвалиду, если его законное место на стоянке занято? Он может, естественно, обратиться в дежурную часть по телефону. И в случае, если поблизости есть экипаж, если есть возможность, то, конечно, мы на это сообщение среагируем сразу же. Если нет такой возможности, поскольку экипажи могут быть заняты на ручном регулировании, то есть по другим мероприятиям. В этом случае, в любом случае, мы рассмотрим это обращение. И уже позже, естественно, что примем меры административного воздействия к паронарушителю. Несколько дополнений. Свидетелям подобных нарушений нужно сделать фотографии машины-наглеца. Номера, стоянка под знаком и отсутствие познавательных стикеров. Такие наклейки могут использовать только люди с ограниченными возможностями. Прикрепляют их на передние и задние стекла. Одного лишь значка недостаточно. Инспекторы могут попросить розовую справку. Удостоверение инвалида с указанием группы здоровья. Если таковой нет, а значки установлены, добро пожаловать в черный список штрафников. Праздничные поездки под патрульным надзором. Программа ДПС и инспекторы ГИБДД, как обычно, будут участвовать в массовых проверках водителей на трезвость. С сегодняшнего дня и до окончания праздников экипажи будут дежурить везде. Особенно в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Автоинспекторы будут проводить сплошные проверки водителей, ну а также устраивать массовые перекрытия улиц. Ближайший рейд, который был операцией «Нетрезвый водитель», она проходила с 28 апреля по 2 мая. Именно в этот период было выявлено 211 водителей, которые управляют транспортным состоянием опьянения. С 5 мая по 10 число тоже будет проводиться операция «Нетрезвый водитель». В праздничные дни, выходные дни она направлена именно на выявление водителя в нетрезвом состоянии. Не исключены сплошные проверки транспорта на отдельных участках магистрали, а также работа в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Именно выявление грубых правонарушений. Напоминаю водителям, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 30 тысяч рублей, а также лишение прав управления от 1,5 до 2 лет. И также необходимо напомнить, что при повторном управлении транспорта на постоянном состоянии опьянения существует уголовная ответственность, где лишение свободы может быть на срок 2 года и лишение прав автоматически до 3 лет. Далее в программе рубрика «Две беды». В ней собраны видеокадры аварий, которые попали на записи регистраторов участников ДТП, но затем оказались в интернете. Здесь и забавные истории, и печальные инциденты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова